как избавиться от зависимости чужого мнения и вообще мы поговорим о том, как быть, если вас действительно напрягает, парит, периодически беспокоит, что вас кто-то не любит, люди вас не любят, вас не понимают, почему вас не поддерживают или почему он вас не любит, очень много женщин тоже озабочены, что же мне сделать, чтобы кто-то меня полюбил. Сегодня будем внимательно с вами разбирать вот эту тему нашего желания, вот этой любви, принятия, чтобы всем мы нравились, чтобы всем мы угождали, сегодня будем искать природу, почему нам вообще хочется, чтобы это с нами происходило, будем рассматривать диагноз, о чём это говорит в нашей жизни и, конечно же, будем находить с вами способы, как от этого избавиться, потому что нам это на самом-то деле мешает, чувство и вообще время, которое мы тратим на то, чтобы произвести на кого-то впечатление, а ещё хуже, это расстраиваться, что, значит, всё равно мы не удовлетворяем кого-то, и кто-то что-то о нас сказал, и кто-то что-то о нас переживает, в общем, жить во всей этой катавасии, в которой привыкли обычные люди, нам с вами не нужно. Почему? Потому что жизнь можно условно разделить на таких, знаете, людей можно разделить на два лагеря. Одни люди, которые ярко проживают свою жизнь, которые являются хозяевами своей жизни, которые создают классные проекты, которые наслаждаются, путешествуют, зарабатывают деньги, и другие люди, которые всё это обсуждают, чувствуют себя при этом то жертвами, то потерпевшими, что, в принципе, является одним и тем же, в общем-то, живут жизнью тех людей, обсасывают, простите, жизнь тех людей вот той самой первой категории. Я отношу себя к первой категории, и моя задача сделать так, чтобы как можно больше людей, которые меня смотрели, которые притягивали, а я считаю, что вы притягиваете меня в свою жизнь, чтобы вы тоже начинали жить своей собственной жизнью и переставали вообще смотреть на других людей. Если вы согласны, готовы, пожалуйста, давайте понажимаем там на сердечки, чтобы я видела, что, значит, вы меня смотрите. Можете написать мне вот точно, что я вас тут собираюсь смотреть, чтобы я понимала, что это тоже будет происходить. Я пока попробую открыть люк, пока я тут не задохнулась в своей красивой машине сейчас, друзья. Так, как это сделать? Давай. Пусть наша крыша уедет. Сейчас мы уберём крышу во всех смыслах этого слова. Замечательно, хорошо. Так, люди в процессе у нас будут присоединяться, это я знаю. Всё. Всё. Насколько шумно? Настолько шумно. Так, вижу знакомые лица. Замечательно. Итак, давайте с вами вообще изначально я всегда… Спасибо, что отписываетесь. Изначально я всегда люблю рассматривать проблематику, да, вообще, почему нас это парит. Вот смотрите, часто люди мне говорят, ой, ну вот что делать? Вот я всё время думаю, что обо мне кто-то подумает. Или вот я пришла, а мои, значит, сослуживцы, да, мои коллеги, они меня там вот обсуждают. Или вот в моём случае, например, я часто сталкиваюсь, ну не могу сказать, что часто, ну когда я попадаю в какие-то детские коллективы, особенно незнакомые коллективы, я слышу, как тоже есть родительские кулуары, где тебя там обсуждают, любят или не любят, кто-то с тобой здороваются, кто-то не очень, кто-то за что-то на тебя злится, и там происходит своя жизнь. И вот очень многие люди озабочены тем, кто что о них думает, кто что о них говорит. Вот напишите, пожалуйста, у кого есть такая проблема, для кого есть проблема и то, что кто-то что-то там о вас думает, и вам это важно. Вот вы об этом переживаете, вы даже иногда можете очень много времени уделять, может быть даже иногда страдать, что вот чужое мнение для вас важно. Вы очень расстраиваетесь, когда слышите о себе что-то, что кажется вам неправдой, вам кажется это несправедливо, почему так. Есть такие люди. Давайте каким-то образом обозначите, чтобы я видела, что это бывает. Но я вам скажу даже так, что даже если вы в себе этого ярко не замечаете и говорите, ой, да нет, вообще это не про меня, на самом деле практически каждого из нас периодически в разные периоды жизни это касается. И наступают такие моменты, значит, когда мы вдруг начинаем очень сильно париться, оправдываться, вести эти внутренние диалоги или вести диалоги со своими знакомыми и друзьями. Вот давайте вот этот момент разберём. Почему вообще это происходит? Потому что огромное количество людей вообще живут жизнями других людей постоянно. И вся их жизнь сосредоточена на том, чтобы обсуждать кого-то и говорить о том, что эти люди, вот что самое интересное, мы же говорим не просто о том, чтобы кого-то обсуждать, мы говорим, что эти люди чего-то там говорят о нас. Эти люди что-то там, вот это как-то связано с нами. Вот вы знаете, я могу вам сказать такую интересную штуку, что в принципе, когда моя жизнь, а вы делаете проекции, когда моя жизнь наполнена своими собственными эмоциями, своими собственными целями, задачами, то в принципе, мои дни во всех смыслах настолько наполнены и энергичны, что смотреть по сторонам, кто что думает или слушать, совершенно как минимум нет времени. Замечали ли вы когда-то, что когда вы на чём-то сконцентрированы, например, вы идёте по улице, или вы заху сидите в каком-то месте, но вы сконцентрированы, вы разговариваете по телефону, или у вас какая-то беседа, бывает очень часто такое, что вы не замечаете происходящего. Вот бывает, что рядом с вами проходит какой-то ваш знакомый человек, там что-то происходит, чего вы вообще не заметили, и вы можете потом только узнать, что это произошло, ну там, что кто-то вас там видел, или что-то вообще происходило рядом с вами, вы этого не замечали. Почему это происходит? Это происходит по одной причине, вы заняты каким-то делом, вы увлечены. И первый признак того, что в вашей жизни немного скучновато, первым признаком является то, когда у вас появляется время на различные дурацкие разговоры и замечания. То есть в тот момент, когда вдруг вы обнаруживаете себя переживающим за то, что кто-то где-то что-то о вас сказал, подумал, да, или там вы слышите, что вас кто-то обсуждает, и вы за это переживаете, даже если это ваша мама, первый момент, который нужно, вопрос, который нужно себе задать, это почему у меня на это есть время? Почему я имею в своей жизни время, на которое я всегда жалуюсь, что мне его не хватает, почему я имею в жизни время на это? Дело в том, что наше время тоже можно поделить на категории. И есть такое время, которое я называю продуктивное, время, которое я называю инвестиционное, когда мы это время, скажем так, время на построение чего-то, на построение себя, на построение своей карьеры, на построение своего бизнеса, на построение своего дома, на построение своей семьи, когда мы заняты чем-то, что нас вдохновляет, что нас меняет, То есть мы на этом полностью сосредоточены, и у нас нет времени на то, чтобы смотреть новости, на то, чтобы подружка звонит какая-то, и ты знаешь, что она будет жаловаться. И вот когда у тебя время, вторая категория время, не зная, куда его потратить, сейчас мы рассмотрим это время, тогда общение с подружками бесконечное, переливая из пустоя в порожнее, это прямо оно. Вот прямо оно, да, то есть вы убиваете время. Вот давайте вторую категорию времени рассмотрим, называется про то, как убить время. Я очень хорошо помню этот период в своей жизни, я была в шоу-бизнесе, пела в группе, и у меня был совершенно ненормированный график. То есть у меня то было очень много тренировок, каких-то репетиций, гастролей, то, например, не было ничего. И я, когда знала, например, что у меня сегодня ничего не запланировано, я писала себе список. Значит, например, съездить в солярий, солярий я выбирала в другом конце города, ехать туда было полтора часа на общественном транспорте, в одну сторону и полтора в другую сторону. И загорала я в солярий до 10 минут, понимаете, да? Потом в моем списке было, например, отнести белье в прачечную. И поскольку я знала, что на троллейбусе нужно было ехать 3 остановки, и это быстро, я шла пешком для того, чтобы, значит, отнести белье в прачечную. Я придумывала себе различные задания, которые были, ну, собственно, не очень-то мне нужны, но я таким образом убивала время. И, конечно же, встреча с подружкой, я не знаю, там, поход на базар, приготовление еды, все это помогало мне поскорее пережить день. И я ждала, что вот я сейчас переживу один день, второй день, десятый день, и на какой-то день что-то в моей жизни изменится и будет по-другому. А пока нужно просто пережить. Так вот, если вы тот человек, у которого есть очень много вот этого непродуктивного времени, вы как раз очень сильно подвержены этому чужому мнению. Обычно такие люди, как их узнать? На родительских собраниях или в детских кружках. Это мамы, которые приходят, которые во время того, когда проходят занятия, сколько бы часов оно ни проходило, мама обязательно будет неподалеку сидеть под дверью, это мама, которая будет очень много задавать вопросов в родительских собраниях, которые вообще никаким образом не помогут ни ей, ни ее ребенку, но она вот должна все знать, она должна все вот... Она это заменяет понятием забота, ответственность, навешивает такой ярлык, я хорошая мать, я заботливая, я ответственная, но по сути я просто человек, который не реализуется, которым нечего заняться, нечем заняться в жизни, поэтому я начинаю искать важность там, где она в принципе не нужна. И зачем я вам об этом говорю? Ни в коем случае, чтобы вас не обидеть. Я просто знала, что люди, которые обижаются, мои эфиры не смотрят. Но если вы в себе начинаете замечать вот это непродуктивное время, когда вы придумываете, как его убить, то вы должны понимать, что у вас в жизни отсутствует что-то крайне важное. Скорее всего, это момент вашей личной реализации, вашего потенциала внутреннего, с которым вы пришли, который у вас есть. Вы в чем-то всегда, каждый из нас в чем-то, причем не одном, однозначно очень сильно талантлив. И человек, по моим наблюдениям, чувствует себя счастливым и реализованным, может быть реализованным и счастливым в разных сферах, тогда, когда его личная реализация стоит обязательно во главе. То есть, когда я понимаю, что вне зависимости от переменных пунктов, например, моего партнера, возраста моих детей, потому что в зависимости от возраста моих детей, я сегодня, например, нужна им, а завтра не очень. Сегодня они требуют больше моего времени, а послезавтра не требуют совсем никакого, наоборот, они хотят, чтобы я от них слиняла. Так вот, в зависимости, когда я знаю, кто я и в чем я лично реализуюсь, у меня есть моя личная реализация, моя работа, мой бизнес, что-то, что я делаю, мое творчество, неважно, что-то, что делаю я, не мой партнер, не мои дети, не мои друзья. То есть, вот именно мое, желательно, чтобы оно приносило мне как удовольствие, так и деньги, потому что деньги подкрепляют нашу энергию, нашу веру в себя, наш внутренний стержень. Деньги дают нам понимание того, что я независима, и я не буду находиться в каких-то ситуациях, отношениях или еще в чем-то, в какой-то работе, да, если это не приносит мне удовольствия, потому что, когда у меня нет денег, я, например, не могу уйти от своего мужа так быстро, как бы мне хотелось, например, ну, от своего партнера, да, неважно, муж, жена, от своего партнера, я не могу, например, если я не классный специалист, я боюсь уволиться с работы, потому что я понимаю, что, ну, как бы, я не очень классный специалист, меня вряд ли заберут с руками и с ногами. Я постоянно терроризирую своих детей, что они не уделяют мне достаточно внимания, они меня не ценят, они меня не любят. То есть, что происходит тогда, когда нету моего внутреннего стержня? Вот смотрите, есть стаканчик, да, у него есть крышечка и есть соломка. Вот если я сейчас буду его переворачивать, то у меня будет жидкость течь через соломку, через стержень. Если я сниму крышечку, это будет просто стаканчик, он у меня сразу же весь разляпается мне на брюки и на штаны. Ситуация заключается в том, что когда мы занимаемся собой, и у нас есть наш вот этот внутренний стержень, наш собственный, мы сфокусированы на себе, не на других людях. И мы не ищем ни ситуации, ни обстоятельства, ни предметы, которые, ну предметы людей, я имею в виду, которых мы будем в чем-либо обвинять. Ведь когда мы начинаем быть зависимы от чужого мнения, вот смотрите, если я очень классно, например, что-то делаю, ну представьте себе, что вы очень круто что-то делаете. Когда я делаю что-то очень круто, я в этом абсолютно уверена, что я делаю это очень круто. Ну вот если вы на самом деле что-то делаете очень хорошо, вы об этом знаете по разным причинам. И если к вам подойдет другой человек и скажет вам о том, что вы это делаете плохо, то вы рассмеетесь, да? Ну вот представьте себе, что вы выступаете в сборной по плаванию, и к вам подходит какой-то парень или ваш знакомый, говорит, слушай, ты плохо плаваешь, ты рассмеешься, да? Ты скажешь, слушай, я в сборной, прости, чувак, типа, наверное, я плохо плаваю. Вас это даже не тронет, вас это никаким образом не зацепит. Но если вы в чем-то не знаете, в чем вы хороши или не чувствуете себя в чем-то достаточно хорошем, вас будет очень сильно парить мнение каждого человека, который будет о вас что-то говорить. И речь идет о том, что мы с вами становимся зависимы от чужого мнения и паримся тем, любят нас или не любят, тогда, когда мы сами по себе достаточно слабы. Есть такое выражение, которое вошло в мою жизнь, и я его постоянно повторяю и несу в массы, потому что оно мне очень нравится. Спасибо моей подруге Наташе Федак, которая все время мне начала об этом говорить, и я поняла важность этой фразы, установки. Фокус на себе. Фокус на себе. Запомните, что бы ни происходило вокруг, как бы сильно вас не обижал кто-то, кто-то что-то с вами делал, из-за кого-то вы страдали, вы должны себе напоминать, что вы страдаете, обижаетесь и испытываете прочие эмоции и чувства, вы их испытываете, потому что вы в чем-то сами по себе слабы, и ваша задача укрепить свою оборону, это ваша крепость. Вот смотрите, есть, например, помните, раньше захватывали крепости, все смотрели фильмы, вот есть крепость, а есть оружие, да, с которым на эту крепость идут. И вот есть две стратегии. Первая стратегия, те, кто идут с оружием, они должны всегда делать более крутое оружие, а вы, в свою очередь, должны укреплять крепость, понимаете? И победит тот, кто сделает свое дело лучше. Так вот в нашем с вами случае надо понимать, что люди со своими стрелами идут, они на самом деле, может, проходят вообще мимо, они, может, и не на вас идут с этими стрелами. То есть это наша иллюзия, это когда мы сидим в прозрачном домике, таком, знаете, ветхом, а люди просто проходят с палочками порой. Но мы, когда знаем, что наш домик ветхий, нам кажется, что они все идут, как в сказке про трех поросят, нам кажется, что волк идет именно обязательно наш домик убивать. Это наш собственный страх. То есть мы паримся тогда, когда мы недостаточно крепкие. Потому что если я сижу в твердой мощной крепости, а твердая мощная крепость, это говорит о том, что я реализую себя, я занята своей собственной жизнью, я развиваюсь, у меня есть мои собственные цели, у меня есть мои собственные задачи, я расту, я увлечена своей жизнью. Вот если это происходит, то я даже этих стрел не замечаю, и тем более не думаю, что они направлены в мой адрес. Я думаю, что они, наоборот, идут меня поддержать, у меня взгляд меняется, потому что я смотрю на жизнь и на людей не как слабый человек, который ждет, что его обязательно должен кто-то обидеть, оскорбить, а я, наоборот, смотрю на всех вокруг, если я на них смотрю, ну, простите, я даже редко смотрю. Вот я, кстати, из тех людей, с которыми вы запросто, даже если мы знакомы, мы можем где-то столкнуться, а я вас не замечу. И часто люди считают, что это высокомерие, да? Я тоже так раньше думала, когда видела какого-то человека, а он как бы меня не замечал. Но я неоднократно замечала, что когда я к нему подходила и брала его за руку, он выныривал и говорил, ой, привет, я, например, точно такая же. Я настолько сосредоточена на своих задачах, на своей жизни, на том, с чем я живу, что я очень часто просто не замечаю, а что происходит вокруг меня. И кто-то на это обижается, кто-то это как-то называет, но это опять-таки люди, которым, ну, наверное, хочется пообижаться. Потому что я-то знаю, что я просто живу своей жизнью, я просто сфокусирована на своих целях, и я понимаю, что если я буду продолжать держать в своей голове абсолютно всё, то ничего не получится. Поэтому я держу в своей голове ровно то, что мне сегодня нужно, то, на чем я должна сосредоточиться, да? Я знаю, какие цели и задачи я должна достигнуть. Поэтому первое, что нужно понимать, что вообще наша боль по поводу того, что они меня не понимают, во-первых, она не лечится у них, она лечится в себе, да? То есть надо понимать, что люди и не должны нас замечать, они не должны о нас думать то, что мы хотим, они не должны о нас говорить то, что мы хотим, то есть они вообще ничего не должны. Если они это делают, это говорит только о том, что мы в чём-то слишком хороши. Если они этого не делают, ну, неважно, о чём это говорит, работайте над собой для того, чтобы вам попросту не было до этого дела, ну, если вы не публичная личность. Если вы публичная личность, это уже называется формирование общественного мнения, управления, пиар и прочие технологии, которые мы используем для того, чтобы вызывать у людей необходимые нам эмоции, создавать тот образ, который нам нужен и вызывать реакцию, которая нам нужна. Это уже называется маркетинг и прочие отношения, то есть немножечко другая вещь. Поэтому ещё раз возвращаясь, ключ, который мы понимаем, что если нас что-то парит, то мы должны первый вопрос задать себе, а почему меня, собственно, беспокоит или почему я нуждаюсь в одобрении этого человека? Почему меня беспокоит, что какая-то мать на меня обиделась, например, а я в этом не виновата? Это она обиделась, это она придумала в своей голове какую-то сценку. Это, знаете, похоже, вот я себе стала это так объяснять, похоже на то, что человеку приснился какой-то сон, фэнтези, да, в котором вы были героем, и человек себе что-то нафантазировал. И вот вы, получается, должны войти в её сон, только в реальности, и сказать ей, слушай, ну это же был сон, ну понимаешь, я так не хотела. Бредни каждого из нас максимальные. У каждого из нас свои собственные фантазии, мы все любим додумывать, он сказал, она сказала, он на меня посмотрел, я на него посмотрела, почему, и в конце мы обязательно говорим, ну почему же, почему же они меня так сильно не любят? Так вот, я хочу, чтобы вы отныне осознали простую вещь, что решать эту задачу, это всё равно, что, запомните, всё равно, что попытаться ворваться в чужой сон и объяснить человеку, что вы на самом деле другой. Зачем? Ну вам правда охота этим заниматься? Действительно у вас в жизни больше нет каких-то более важных дел, чем разбираться в чьих-то чужих бреднях. Неужели? Ну если да, окей, хорошо, тогда просто себе скажите, ну я люблю разбираться бреднями, моя жизнь настолько скучная и никчемная, что я её сейчас не знаю, чем занять. Возможно, какой-то период жизни вы на это выделите, но по крайней мере нужно твёрдо себе об этом говорить, трезво, да, говорить, ну окей, да, я сейчас убиваю своё время, не пытаться каким-то образом там, да нет, просто мне обидно, чё вам обидно? Каждый из нас отдельная субстанция, у каждого из нас огромное количество своих собственных тараканов, своих эмоций, своих представлений о мире и о людях. Давайте разбираться со своими, а не с чужими, а вы хотите пойти и завоевать чьё-то чужое сердце, что-то ему доказать зачем? Лучше спросите себя, могу ли я использовать и инвестировать это время в какую-то свою цель, в какую-то свою мечту, в развитие какого-то своего навыка, во что-то, что принесёт пользу мне? Зачем мне день, месяц, год своей жизни отдавать чужому человеку, даже если это мой партнёр, даже если это моя мать, какая разница? Вы всё равно отдельные люди. То, что вы поставили друг другу штамп, или то, что вы занялись сексом когда-то, или то, что одна женщина родила другую женщину, по сути, ничего не меняет. Мы всё равно все с вами отдельные люди. Понимаете? Ну, нужно это понимать. Вот просто понимать, что нет никакого смысла тратить своё время на то, чтобы зайти в галлюциногенный зал другого человека и что-то в этих галлюцинациях попытаться ему объяснить. Поэтому важно этот нюансик себе зафиксировать. Так, я вижу, что вы тут что-то писали. Сейчас, ребят, я не могу понять. Ага, всё. Нет, не могу понять, с какой стороны у меня эфир идёт. Всё, вижу. Поэтому первым моментом это опять-таки фокус на себя. Я уже не знаю, это он первый или какой. Фокус всегда на себя. Если вы будете этот фокус на себе держать, то у вас попросту исчезнет желание что-то кому-то доказывать и переживать на этот счёт. То есть это для вас будет являться само по себе достаточно глупо. Когда, поскольку я вам сказала, да, и многие знают, что я веду марафон «Рерайтер жизни», и ко мне приходит каждый месяц большое количество людей, с которыми мы работаем, и наша задача является ключевой, в течение месяца раскопать свои собственные желания. Очень часто замечаю, особенно на личных консультациях, о том, что люди не умеют говорить слово «я». Всегда говорим «мы», «мы». И люди этим очень сильно гордятся, очень нравится. Это такой романтический посыл к нам заходит, да, когда мы, например, объединяемся в пары, нам очень нравится, что теперь есть «мы», «нету я». Но я вам хочу сказать, что это отвратительная штука для нас впоследствии в жизни. Не знать своих собственных желаний, не знать, чего хочу именно я, куда я хочу поехать, как я хочу выглядеть, что я хочу ощущать рядом с этим партнёром. Нас учили в какой-то момент такой, так называемой осознанности, нас учили, что мы должны быть мягче, мы должны подстраиваться под партнёра, у нас всё должно быть общее, общий знаменатель. И вот в результате я стала наблюдать в последнее время огромное количество реальных психических расстройств или таких загубленных душ, когда люди стирают свои собственные желания, стирают настолько, что даже докопаться мы можем до желаний только на подсознательном уровне. Только вводя человека в медитацию, когда он расслабляется, его подсознание начинает выдавать ему его какие-то желания. До этого момента, когда я начинаю разговаривать с обычными женщинами или мужчинами, они попросту перечисляют мне социальный пакет их семьи, который им хотелось бы иметь. Нам бы хотелось иметь машину, нам бы хотелось, чтобы у нас была своя квартира, чтобы там никто над нами не сидел. Нам бы хотелось один раз в году или два раза в году отдыхать в Турции и в Египте. То есть абсолютно шаблонный набор. А знаете, когда шаблоны идут? Тогда, когда полностью запечатано подсознание. То есть тогда, когда вы спрятали от себя свои желания, вы запретили себе желать. А почему? Знаете почему? Потому что стыдно. Например, женщине стыдно желать себе классного отдыха с подругами, улететь в Ниццу, потому что ее мужчина недостаточно зарабатывает, и она боится, что если она такое, не дай бог, произнесет слуху, его это очень сильно оскорбит, унизит его самооценку. Она же не хочет этого сделать. Поэтому она лучше запаковывает свои собственные желания и рассказывает себе, что ничего такого она не хочет. Что она не хочет хорошо выглядеть, что она не хочет, чтобы он хорошо выглядел. Она боится, например, желать материальное, потому что мужчина сильно убивается или не убивается, а просто не в состоянии зарабатывать такие деньги. Мужчина, в свою очередь, даже не напрягается, потому что он понимает, что его избраннице это не нужно, он уже себе объяснил, ну это же надо как-то напрягаться сложно. А напрягаться и сложно мужчины в основном до 30 лет, если они не пробивают в себе вот эти желания и потолок напрягаться, потом сильно сложнее происходит. Это не значит, что это не происходит, но сама хотелка закрывается. То есть мужчина начинает находиться в рамках, да не только мужчина и женщина, в других рамках. То есть если до 30 лет вот его не пробило, он не понял, что есть другая жизнь, то он ее потом для себя запечатывает, он ее не видит. Ему нормально в барчик возле дома, это его типа классные развлечения, ему нормально там, я не знаю, на футболку куда-то сходить, то есть какого-то дорогого, изысканного мира полета в частных школ для него не существует. Этого нет, этого нет. И вот здесь получается, что мы, пытаясь уберечь своего партнера, мы запаковываем свои собственные все желания. Мы их убиваем. И вот когда люди приходят на рерайтер, и мы начинаем с этим работать, очень часто, когда человек начинает что-то писать, он пишет совершенно обычный стандартный набор каких-то вещей прагматичных. То есть мозг, когда я говорю, зайдите в Пинтерест, посмотрите, вообще как живут люди, посмотрите, даю какие-то ссылки, посмотрите, какие есть дома, какие есть путешествия, первое время у людей шок. Неужели они этого раньше не видели? Видели. Но программа не для меня даже эмоционально запаковывает человека. То есть человек даже не расстраивается, что он не может этого получить, потому что он как будто бы этого не чувствует и не видит. Для него этого мира нет. Нет. Просто нет. Вот совершенно нет. И только когда мы начинаем прорабатывать, когда мы начинаем делать практики, когда вдруг в чате начинают другие люди делиться, что его прорвало, меня прорвало, когда мы начинаем возвращаться в детство, оказывается, что в детстве-то у нас было с вами огромное количество желаний. В детстве-то мы еще не знали, что невозможно, нельзя. В детстве мы мечтали по максимуму, да, то есть вот все хотели. Как дети сейчас, посмотрите, я не знаю, не обрубили вы еще своим детям крылья, не успели ли, но вот если не обрубили, то дети мечтают, вот у меня, Алиса говорит, у меня будет в гараже красное ламборгини, вот там у меня будет такой-то бентли, там у меня будет тот, и я говорю, прекрасно, Алиса, замечательно, я тебя перевела в новую школу специально, чтобы у тебя был выбор больше правильных женихов, то есть я только всячески поддерживаю любые вещи, и я не говорю о том, что деньги главное, не главное, не важно, ни в чем абсолютно не ограничиваю фантазию. Это такой важный-важный момент. Поэтому очень важно понимать, что каждый из нас является в любых отношениях индивидуумом, мы каждый сам по себе, мы эгоистичные личности, и чем более эгоистичным вы будете, чем больше классного и самого лучшего вы будете желать для себя и в контексте материального, и в контексте реализации своей жизни, и в контексте своих ощущений, тем лучше будет людям, которые вас окружают. Я неоднократно говорила о том, что я не видела никогда страдающего человека, которого бы окружали люди, которым было бы хорошо от того, что он страдает. Поэтому, когда мне говорят, что эгоизм – это плохо, и нужно думать прежде всего о других, я всегда смеюсь и говорю, что если мне лично плохо, то вообще я сочувствую искренне тем людям, которые находятся рядом со мной, потому что страдая, мы обязательно, мы же требуем, чтобы на нас обращали внимание страдая, да, я же тут страдаю, у меня тут всё плохо, и мы всех людей рядом с собой затаскиваем за собой. Поэтому, если в вашем окружении кто-то страдает, бегите от этого человека, будьте эгоистичны, не помогайте ему страдать. Чем быстрее вы его отпустите, тем быстрее ему перестанет быть интересным страдать, потому что нам интересно страдать тогда, когда нас поддерживают в страданиях. Если вы знаете, то когда, например, человек плачет, он в истерике, его лучше не успокаивать и отойти от него, потому что если вы его будете успокаивать, он будет страдать ещё больше, да, ну, этому должен быть какой-то лимит. Понятно, что бывают разные ситуации, но тем не менее, если вы хотите вытянуть подружку из депрессии, то бесконечно обсуждая с ней проблему рыдая и бухая, вы только усугубите эту ситуацию и превратите её в алкоголичку, то есть её нужно вышибать чем-то другим из этой ситуации. Не забывайте, пожалуйста, об этих вещах, потому что логически, когда мы думаем о чём-то, то логически нас обязательно, если кто-то о нас сказал что-то плохое или человек на нас обиделся, мы хотим прийти и рассказать ему, что нет, я на самом деле хорошая, ты зря на меня обиделся, я ничего же плохого не сделала. Когда человек страдает, мы хотим подставить ему плечо, а в результате даем руку и уходим вместе с ним в болото. Вы не можете помочь человеку, который тонет и хочет утонуть, вы только утонете вместе с ним, вы можете в лучшем случае его сзади подхватить и выдернуть. Если вы будете совершать неправильные действия, то вы только во всё это дело погрузитесь ещё больше. Так, вижу вопросы. Как вы относитесь к тому факту, что не нуждаешься в друзьях и в общении с ними? Это окей, социопатия, нет потребности? Вы знаете, я не знаю конкретной ситуации, мы очень часто в каких-то ситуациях обманываемся, переживая какой-то момент жизненный, мы себе рассказываем о том, что да мне и партнёр-то не нужен, и друзья-то не нужны. Я, наверное, скажу так, вот для меня, например, если этот человек не близкий мне по духу, да, ну, точнее так, если рядом со мной сейчас нет людей, близких мне по духу в данный момент времени, как так произошло, то мне лучше одной, вот сто процентов, это как и с партнёром, с мужчиной, да, лучше быть одной, чем быть с каким-то непонятным партнёром. Но я точно знаю, что в тот момент, когда мне это понадобится, значит, мне сейчас у меня такой период, ко мне точно подтянутся те люди, которые мне сегодня нужны. И в любом случае к нашему окружению всегда кто-то подтягивается, иногда мы говорим, откуда этот гадкий человек. Бывает, что все же люди, ну, я так воспринимаю людей, как учителей, которые к нам заходят для того, чтобы чему-то нас научить. И поэтому, если сегодня в вашей жизни появляются какие-то странные персонажи, надо к этому присматриваться и думать, что этот человек, чему он меня учит, да, какой урок жизненный я рядом с ним прохожу. Но если сегодня нет у меня партнёра или друга, я бы это не выставляла, ну, такое, знаете, типа, ой, может быть, мне никто не нужен. Нет, просто у вас сейчас такой период жизни, и прекрасно, что вы это проживаете без страданий. Потому что есть огромное количество людей, которые в какой-то момент смены своего окружения, которое бывает затягивается этот момент на месяцы, на годы, человек начинает очень сильно переживать и опять искать, что же он неправильно сделал, какой он неправильный. Если вам в этом комфортно, замечательно. Если вам в этом некомфортно, ну, соответственно, важно просто найти какие-то круги интересов, и друзья подтянутся, ведь знакомые подтягиваются всегда повсюду. А близкая, неблизкая дружба, это опять-таки, у меня бывают близкие друзья вспыхивают, там, за последнее время так произошло, на ровном месте, да, вдруг человек появляется, и есть такое ощущение, что ты его знаешь всю жизнь, да, бывает наоборот, ты 10 лет с человеком дружишь, и вдруг в один момент ты становишься с ним чужим, такое тоже бывает. Так, не согласна, надо показывать человеку, что он не один, и показать любовь к нему, и что, включать игнор, это еще больнее. Но вы можете провести свой эфир на эту тему и обязательно рассказать своей аудитории свое мнение. Безусловно, каждый имеет свое мнение, просто так получилось, что люди, которые пришли и смотрят этот эфир, сейчас слушают мое. С чего начать полюбить себя и выбирать себя? С чего начать? Тоже немного странный вопрос. Начать с того понять, а почему вы себя не любите, да? То есть я, например, когда меня спрашивают, как вот, например, как выбрать путь успеха, например, вот как начать достигать цели, спросить себя, почему я этого не делаю, ведь это базовая абсолютная история. Мы уже рождаемся, и по сути, самый дорогой, любимый человек, который у меня есть, это я сама, да? Никого дороже нету. И чаще всего, если вот этот баланс наруж, да, и вы должны были любить больше маму, папу или мир, вот здесь важно разобраться, кого вы должны любить, кто вам об этом сказал, и поразмышлять на тему, а почему, собственно, этих людей? Почему этих людей? Почему не каких-то других? Вот я, для меня одна из самых ценных техник, это когда я ее называю техника абсурда. Когда я начинаю брать какое-то убеждение, которое вот мне вложили, да, и начинаю размышлять, то есть сама осмыслять. Я это называю как раз осознанностью. То есть способность в данный момент проанализировать, потому что мы очень часто делаем что-то просто на автомате, да, там, а почему? Вы знаете, там, я некрасивая, вот недавно у меня была клиентка на консультации, я говорю, а почему ты некрасивая? Она говорит, ну как, ну я некрасивая. Я говорю, ну это я поняла уже, что ты некрасивая, да, ты такой себя считаешь. А почему? Вот, например, по моему мнению, ты очень красивая. Она говорит, ну я некрасивая, потому что мне никогда не говорили, что я красивая. То есть ты считаешь, что ты можешь быть красивой, только если тебе об этом говорят. И вот когда мы начинаем задавать вот эти логические вопросы, цепочки, то абсурд начинается. Если у вас прям совсем всё плохо, я всегда рекомендую взять, если для вас это важно, я считаю, что это важно, взять как минимум одну сессию у специалиста, да, то есть запустить этот процесс, найти краешек, а потом у вас уже появится интерес с этим работать. Потому что когда я говорю про работу, я имею в виду именно работу с собой. На рерайтере жизни мы работаем с собой. Когда мы начинаем копать дальше и работать с ментальными практиками, мы работаем с собой. Но большинство людей хотят прийти на эфир просто или там к подружке, просто поговорить об этом и ничего дальше не делать. Если вы действительно хотите с этим работать, приходите на рерайтер. Кстати, я хочу сказать важную информацию, если вы её вдруг не услышали. В этом месяце единственный раз мы делаем марафон рерайтер жизни, который я веду. Мы делаем пробную версию. Это 4 дня. Стартуем с 1 сентября бесплатно. Бесплатно. Для того, чтобы туда попасть, вы можете сейчас в сторис. У меня есть активные ссылки. Вы можете перейти по ссылке и просто зарегистрироваться. И вы попадёте сразу же уже в регистрацию, в личный кабинет. И вам придут сообщения, что делать дальше. Это в этот раз бесплатно. Мы решили провести следственный эксперимент с Сергеем. И мы его проводим. Поэтому попробуйте с этого начать. Если вы не хотите над собой работать, а вы хотите суперспособ, супертаблетку, то ищите. Я вам здесь не помогу. Можно сходить к магу-чародею. Я только что смотрела. Кстати, там разные профили мне выпадают. И я смотрела, как популярна тема магов и чародеи. Вот один маг написал, что у него поднимаются цены. Теперь там не 80 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей будет что-то там стоить. И я, конечно, посмотрела и думаю, какой пиздос. Не тем я занялась. Вот если бы я по своим принципам внутренним не была такой, какая я есть, я бы была магом и чародеем. Потому что большинство людей хотят не сами проработать, не понимают, что тебе самостоятельно нужно проработать себя, а хотят прийти к магу-чародею, чтобы тот снял денежное проклятие, и у тебя повалили деньги. И за это взять 100 тысяч рублей. Если вдруг кто-то хочет, то я могу тоже вам за 50 тысяч рублей снять денежное проклятие, вот проработая. Так, здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Смотрю ваши ролики на YouTube. Вы очень круто доносите мысли в позитивном юморе. Спасибо большое. Вы можете смотреть мои эфиры на IGTV, потому что в YouTube сейчас я выкладываю уже только все с Инстаграма. Так, вижу какие-то вопросы. Ну, это у вас тоже между собой разговоры. Рассталась с партнером. Мама давит меня с тем, что уже возраст, нужно брать ситуацию в руки и строить личную жизнь. Меня это напрягает. Я не знаю, сколько вам лет, но если у вас уже есть отношения с мужчиной, то я думаю, вам пора сказать маме, что вы как-нибудь сами справитесь. Вот это самая дурацкая история, когда мы с вами запрягаемся в косичке. Я это называю отношения-косичка. Когда мама тебе рассказывает, партнер рассказывает, дети тебе рассказывают. Запомните одну простую вещь, что вы являетесь отдельной личностью от всех. И до тех пор, пока вы не осознаете, что ваша жизнь – это только ваша жизнь, и любое ваше решение – это только ваше решение, вне зависимости от того, замужем вы, мать вы, бабушка вы, дедушка вы, у вас 8 любовников, 12 жен. Это не имеет вообще ровным счетом никакого отношения. Ваша жизнь – это ваша жизнь, и вы берете ответственность и всех остальных людей отметаете и говорите, мама, я тебя сильно люблю, но я сама буду принимать решение, с кем, когда мне жить, с кем мне трахаться, кого мне любить, от кого мне рожать. Если вы зависите от мамы и живете, как часто бывает, мы живем с мамой, мама нас еще кормит, то вы должны понимать, что ваши все проблемы именно от этого, что ваша задача прежде всего – стать самостоятельным, думающим человеком. И это касается абсолютно всего. Мужа, муж не разрешает. Значит, вы, простите, опять-таки, не занимались своей трубочкой, вы у мужа там плещетесь. Еще раз говорю, самая ключевая ценность – это я сам. И до тех пор, пока человек не отстраивает себя, но вплетается в какие-то отношения или плавает в аквариуме мамы или мужа, отсюда все ваши несчастья. Все очень просто. Вы можете бесконечно искать, кто в этом виноват, обвинять кого-то. Но если вы не в состоянии взять ответственность за свою жизнь и сказать, «Мам, ну ты мне извини, конечно, но я как-нибудь сама разберусь, что, когда и с кем». И вы действительно в состоянии сами разобраться, потому что вы сами живете, сами работаете, сами зарабатываете, сами строите свои отношения, по крайней мере, независимо от мамы. Пусть там с мужиками, с женщинами, неважно, но хотя бы независимо от мамы. А часто я слышу такое, когда мне жалуются на маму, но при этом живут с мамой, зависят от мамы. Ну, вы сами тогда это выстроили. Вот и все. Так. Так, так, так. Листаю. Вот. Ольга ушла от мужа с дочкой, переехала в Москву и началась жопа. Просто не вытягиваю, переоценила свои силы, запуталась. Ну, страх, прежде всего, конечно, ну, я понимаю, что это непросто, а вы должны себя спросить первым делом, ну, неужели я думала, что это будет просто? Нет. Просто в данном случае у вас есть два варианта, да, продолжить путь или дать заднюю. Часто бывает, что мы переоцениваем свои силы, ну, в контексте того, что не нашла работу себе правильную или там потратила все деньги, не туда переехала. Возьмите, сделайте себе какую-то реформацию сейчас своих действий, но не в контексте отхода назад, а в контексте того, что мне нужно сделать сейчас, как мне сейчас, вот сделать свой маленький плод, на каком плотике я в состоянии выплыть сейчас. и поставить себе маленькие цели, которых вы должны достичь в ближайшее время, но не такие, знаете, через которые, у нас же часто как, я сейчас перееду, куплю себе квартиру, и у меня будет все зашибись. То есть важно поставить себе достижимые маленькие цели и активно к ним рваться. Да, сейчас у вас такой период, период роста, когда у вас, возможно, стресс, бессонные ночи, супер какие-то сложности, которые вам необходимо преодолеть, но тем не менее, настройте свой мозг на то, что вам нужно, и не отступайте. Ну, понятно, в любой ситуации, первое, развод это всегда стресс, переезд это всегда стресс, ребенок еще на руках, это еще больше. Конечно, у вас всего много навалилось, но тем не менее, не включайте сейчас ситуацию пожар, а просто для себя скажите, вот разбейте, это знаете, как большого слона, когда ты не понимаешь, как это проглотить и пережить, разбейте себе на маленькие порции, ничего, миллион женщин это делали, вы тоже это сделаете, убрать панику и просто плавно, быстро, очень действовать, типа чуть-чуть вы выберетесь, обязательно выберетесь, свой мозг настройте именно на то, что вы победите, то, что у вас включился страх, но он был всех включился, вы не одиноко. Так, скажите, как быть, если работа в женском коллективе, ко мне предвзятое отношение со стороны большинства девушек из-за зависти, мне во многом завидуют, я не обращаю внимания, как вы советуете делать. А вы работаете просто, вы просто работаете и делаете свое дело. Если в какой-то момент вы увидите, что коллектив, ну, как бы совсем сильно против, ну, наведите себе другую работу. Вот понимаете, я вошла в своем красном платье, а все хотят, чтобы у меня платье было белое, да, но мне все равно, что они хотят, я-то зашла в красном платье работать. Вы же зашли работать, работайте. Если вам это будет мешать, прям работе, ну, вы всегда можете прийти к своему руководителю и сказать, вы знаете, мне очень нравится ваша работа, но, к сожалению, не подхожу этому коллективу, я пойду поищу другое. Самое главное, ваше состояние. А то, что вот вы уже говорите, что вот они вам завидуют, а может они вам не завидуют, может вы им хреново работаете, может у них другие причины, может они вообще на вас не обращают внимания, а вам кажется, что они завидуют. Речь идет сейчас о том, что вы думаете не о работе, а о них. Сместите фокус на работу и на себя в этой работе, вот и все. А если вы будете очень классной сотрудницей, то ваш руководитель сам со всеми разберется. Я знаю, такое часто бывает, когда ты выходишь на улицу и тебе кажется, что все на тебя сейчас смотрят, но никому нету для тебя дела. Вот и у вас сейчас вполне возможно, что это просто ваша фантазия. Делайте свое дело, делайте его прекрасно и будет вам счастье. Какие бы вы советы дали себе 10 лет назад? Вы знаете, вот это популярный такой вопрос. Мне кажется, что каждый, я отвечу банально, банальным образом, но я думаю, что каждый день, который мы проживаем, каждый опыт, который мы получаем, имеет непосредственное влияние на то, какими мы становимся. И я, скорее всего, вот сейчас не давала бы себе никаких советов, потому что я тот человек, который в каждый период своей жизни и времени любит принимать и брать ответственность за то, что он делает. И я в этой жизни уже натворила много, натворю гораздо больше, потому что я надеюсь, что впереди у меня сильно больше лет, чем я прожила. И тем не менее, мне всегда нравилось, что было такое выражение, раньше в фильмах, мне оно нравится, такое оно жаргонное, я отвечаю за свой базар. Вот знаете, я из тех людей, которые никогда не боятся брать ответственность, и которые никогда не боятся отвечать за свои слова, за свои действия, за свои поступки в каждый период времени. И поэтому я просто тебе сказала, Оль, ты молодец, продолжай жить так, как ты живешь, и экспериментируй, иди вперед, и не бойся ничего, потому что это твой жизненный опыт, ты там через 10 лет и тоже очень клевенькая. Вот и все. И для меня сейчас 10 лет вообще небольшой период, я помню этот период, мне кажется, он был вчера, поэтому, мне кажется, я была не менее классная. Как вы держите такой идеальный вес? У меня в сентябре, хотел сказать в июле, потом вспомнилось, что уже сентябрь, у меня в июле будет выходить марафон, который называется Тело, в котором мы будем как раз работать над своим телом, над своей фигурой, над тем, каким образом без диет, без убивания себя, стресса и прочих вещей, с помощью своего мышления перевести себя на тот внешний вид, на тот свой вес, на то свое тело, которое мы хотим иметь и которое мы заслуживаем. Сейчас вы имеете то тело, которое вы заслуживаете, если хотите иметь другое, то необходимо с ним переустановить контакты. Вот у меня будет этот марафон, уже совсем скоро я начну о нем рассказывать, поэтому потерпите и все узнаете. Да, я уже достаточно много лет, у меня 2 килограмма только ходят, сейчас мой вес 48 килограмм, вот, любимый мой вес, люблю в нем находиться, меньше не получается почему-то долго, но, видимо, это мой комфортный вес, потому что уже меньше, как бы на меня сильно спадает одежда. Так, тра-та-та, вы такая сильная женщина, как балансировать и не угнетать своего мужчину такой силой? Я не балансирую по одной простой причине, объясню вам, если я буду балансировать и не угнетать его своей силой, то, соответственно, я буду себе врать, поэтому нужно просто подобрать, это как, вот знаете, как подобрать, например, раньше была такая история, как подобрать девушкой-купальник с большой грудью, нужно просто найти правильный бренд, так и здесь, нужно найти мужчину, который тебе подходит, который тебе подходит, чтобы с ним не балансировать, понимаете, чтобы под него не подстраиваться, чтобы это был мужчина, это как ботинки, если у тебя маленькая или большая нога, ты же не будешь или подгибать пальцы, или вату туда засовывать, мы уже прошли эти времена, мы просто находим нужный размер, то же самое и здесь, найдите такого партнера, с которым вам будет хорошо, такой, какой вы являетесь, благо мне в этом отношении ну не то, что повезло, но я над этим работала, да, то есть для меня крайне важно, особенно сейчас, особенно сейчас, когда я, мне 38, я достаточно зрелая, но при этом я достаточно молодая, я красивая, сильная, уверенная, богатая, состоятельная и так далее, перспективная, можно много к себе и пить и того потребить, и уже не тот статус у меня, не тот возраст, чтобы там подстраиваться под кого-то, врать, да, там типа пытаться понравиться, но уже нет, уже точно нет, и поэтому эта история как раз, вот сейчас я, наверное, пожинаю плоды того, чем я занималась в предыдущие годы, поэтому нужен просто партнер, который к тебе идеально подходит, сегодняшний такой, который принимает тебя такой, какая ты есть, и соответственно, в нем есть и качества, которые необходимы тебе, для того, чтобы ты могла быть с этим партнером, то есть это история про пары, а не про подстройку, вот я уже про подстройку не сильно верю, да, то есть мы это или принимаем, или нет. Так, все, ответила, да, на этот замечательный вопрос. Хорошо, друзья, Оля, из какого вы города, я из города Киев, Украина, Ukraine, я зажата, я не могу высказать мнение, особенно женщинам, опять-таки, это то, на чем вам нужно поработать, индивидуально лучше всего, то есть вам необходим, посмотрите, у меня был эфир с Натальей Федак, посмотрите ее контакты, можете написать в директ, если не найдете, я рекомендую это прорабатывать, вот мы с Наташей как раз обсуждали, у Наташи консультация сейчас стоит 30 евро, и мы обсуждали этот вопрос, что люди живут с проблемами, которые всю жизнь портят им, точнее, которые портят им всю жизнь, и не готовы вложить в себя, там, например, 125 евро за какой-то период сессии, но готовы купить себе джинсы, футболку или какой-то гаджет, совершенно дурацкий, дешевый за такие деньги, а с собой поработать не хотят, поэтому вот мой вам совет, инвестируйте в себя, потому что когда вы уберете свои страхи, зажатости, когда вы уберете все свои тараканы из головы, поверьте, во-первых, вы станете значительно богаче, во-вторых, вы станете во всех смыслах, не только финансово, но и вообще, вы станете значительно свободнее, и вообще жизнь у вас будет гораздо ярче и интереснее, вот, собственно, и все, поэтому работайте над этим, первое, с чего я вам предлагаю начать, приходите на рерайтер жизни, во-первых, там будет в этот раз огромное количество людей, классных людей, с которыми вы будете знакомиться, во-вторых, вы сможете пройти четыре урока моего марафона, написать две главы книги, пройти медитации, вообще окунуться в эту атмосферу, единственная просьба, которую я хочу вам сказать, потому что в этот раз это бесплатно, у нас очень часто мозг на бесплатно все забывает, знаете, из серии даже урок забыл открыть, вот у меня к вам большая просьба, отнеситесь к этому серьезно, если кому-то бесплатно не подходит, напишите, я вам дам карту, переведете мне денег, чтобы была у вас мотивация работать, у меня есть такие люди, которые платят мне сильно больше, у меня сейчас вышел платинум пакет, и уже покупают люди, 900 долларов стоит участие в платинум пакете полной версии рерайтера жизни, люди покупают с одной целью, не только потому, что там индивидуальная работа со мной, а для того, чтобы была мотивация хорошо проработать и хорошо пройти, многие люди мне говорят, что если они заплатили за продукт меньше 500 долларов, они часто его забывают открыть, в данном случае бесплатно, я знаю, что многим это нужно, для многих это будет толчок, но для того, чтобы у вас эта работа состоялась, пожалуйста, напомните себя о том, что вы должны это пройти, еще раз напоминаю, что у меня в сторизах, в сторизах, в шапке профиля, ссылка приведет вас на описание марафона, но там нету бесплатной пробной версии, только в сторизах пробной версии, если я не ошибаюсь, до 1 сентября, вы сможете зарегистрироваться бесплатно, попасть в общий чат, когда он запустится, и попасть в личный кабинет, куда у вас будут каждый день приходить новые уроки через телеграм-канал, у нас все происходит через телеграм, вот, поэтому welcome, присоединяйтесь, и вы хотя бы попробуйте это сделать, посмотреть на меня в качестве вашего ментора, посмотреть на себя в качестве человека, который вообще захочет что-то с собой делать или нет, проблема большинства людей в том, что гораздо прикольнее париться кто и что о тебе думает, чем заняться собой, чем заняться проработкой себя, чем заняться проработкой ответов на вопросах, что меня беспокоит, почему у меня такая жизнь, почему я такой, почему я все время чем-то парюсь, стать свободным человеком, независимым от чужого мнения, стать человеком, который твёрдо знает, чего он хочет, стать человеком, который разрешает себе ошибаться, разрешает себе побеждать, разрешает себе быть грустным и весёлым, но твёрдо знает, что он управляет своей реальностью. Потому что в рерайтере я учу и рассказываю, объясняю взаимосвязь между тем, каким образом мы с вами думаем и каким образом наши мысли и наша энергия формируют то, что у нас есть. Вы являетесь причиной всего того, что с вами происходит. Не ваша судьба, не ваш Архангел Михаил и даже не ваша гадалка. Вы сами. И если в вашей жизни сегодня пиздецок, то это вы в своей голове имеете пиздецок, который вы и транслируете. И если вы хотите это изменить, то менять нужно не других людей и не вот эту реальность, которая вас окружает, а свой пиздецок в голове. А как быть с пиздецком, я вам обязательно расскажу, покажу, и вы этому обязательно научитесь. Если захотите, конечно, потому что, опять-таки, вы и только вы сами принимаете для себя решение. Я не могу вас заставить. Я вам уже даю бесплатно. Очень сильно надеюсь, что я этим не испорчу. Вашу жизнь вот этим бесплатно. Потому что, еще раз говорю, вот это обесценивание наше, когда нам типа, а, бесплатно нам не надо. Увы и ах, мы разбалованы. Рерайтер жизни – это лучший продукт, который сегодня есть на рынке. Я вам за это отвечаю и гарантирую. Поэтому хотя бы зайдите, попробуйте. А если зайдете и увидите, что это для вас, ну, найдите возможность пройти и сделать это для себя. Я вас уверяю, что ваша жизнь начнет меняться. Начнет меняться. У кого-то изменится очень сильно. Это зависит от вас, но вы 100% развернете свою жизнь в другом направлении. И вот за это я могу абсолютно точно ручаться. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать этот эфир. Я вас очень сильно попрошу оставить несколько слов, отзывов об этом эфире, когда я его опубликую. Я знаю, что многие забывают, ленятся. Но помните о том, что энергия благодарности возвращается вам во 100 крат. Поэтому не забывайте, что если вы что-то получили для себя хорошее, если вам действительно было хорошо, сделайте это, и вы увидите, что эта благодарность также вернется вам бумерангом от вселенной. Жду вас всех на Рерайтере жизни. Заходим в сторизы, ищем, где же там написано про пробную версию бесплатно, свайпаем, переходим и регистрируемся. Если прям совсем не можем найти, пишите в Дерект, я вам сброшу ссылку. Ну, пожалуйста, не будьте настолько ленивы. Все, обнимаю, целую, всех спасибо, всем огромное, до встречи.